Салют, чуваки, с вами Кит, и сегодня мы с вами посмотрим нечто необычное, а именно космические сражения во втором Mountain Blade. Эту модификацию, если так её можно назвать, сделал блог, который в своё время подарил нам своё фрилансер, также я показывал вам его видосики насчёт пришествия викингов, то есть битвы а-ля Викинг Конкуэст, также там были ещё, так сказать, нашествия на пляж, где викинги на своих дракарах приплывают на вражеские берега и начинают штурм. Думаю, по серии этих видосов с викингами я сделаю ещё отдельное видео, чтобы было вообще более понятно, о чём сейчас идёт речь, да и реально, это то, что стоит обозреть. Не, ну, блог, конечно, безусловно, очень-очень талантливый чувак, потому что я уже давно изучаю вообще модификации для маунта, и в последнее время с ними очень грустно всё, потому что, не считая парочки глобальных модов, добавляющих там магию, вампиров, вот это вот всё, по сути своей я и представить не мог, что можно будет создать вот такой вот мод с действительно космическими боями, а-ля какой-нибудь Star Wars Battlefront или типа того, и блог ещё говорит, что сделал вот эту вот модификацию буквально за 2-4 дня, ну, вообще, парочка дней всего лишь прошло, и сделал он её довольно-таки клёво. Да, конечно, по графонию она выглядит далеко не как тот же там Star Wars Squadron или что-то в этом роде, само собой. Ну, здесь, естественно, ограничение движка и так далее, но всё равно для маунта сделать такие вот клёвые космические бои, и, судя по панели в левом верхнем углу, мы здесь видим, сколько всего осталось кораблей, сколько союзных, какая скорость у кораблей, какая у них защита, вот это вот всё. Я так понимаю, он без особых проблем сможет сделать так, чтобы кататься можно было не только на истребителе, а на ещё каких-нибудь кораблях более крупных или, наоборот, более мелких, юрких таких, чтобы, ну, было какое-то разнообразие в боях. Кстати говоря, вот в панели убийств вы видите, наверное, регулярно, что убиваются враги или союзники какими-то пачками. Это всё потому, что в каждом корабле находится определённое количество экипажа, то есть, как я понял, от 3 до 5 человек, и поэтому, когда один корабль уничтожается, сразу появляется вот такая пачка умерших или же убитых людей. Всё это именно из-за экипажа, то есть, даже такой вот момент он продумал, не ставя по одному человеку, условно, в корабль. Это тоже довольно-таки умно. И действительно, блог в последних своих видосах, там, кстати, куча видосов, не только викинги, не только космические войны, там ещё есть, я ещё видал видосик, где, типа, дворянство, что-то в этом роде. То есть, условно, вы король какого-нибудь, какой-нибудь фракции, или вы правитель города, я уж точно не помню. Вы просто ходите по этому городу, и всем начинают кланяться, и вот всякие такие, знаете, небольшие модификации, в принципе, по сравнению с этой или с теми же викингами. Но всё равно у него куча-куча модов, которые, к сожалению, после того, как он закончился с фрилансером, он перестал вообще выкладывать исключительно потому, что ему надоело постоянно переделывать эти моды из-за того, что разработчики вечно издеваются над кодом игры, и постоянно всё это приходится, так сказать, делать чуть ли не с нуля. Поэтому он не хочет сейчас всё это дело выкладывать. Но всё равно он демонстрирует, какие вообще могли бы быть моды, а если бы те же разрабы или те же мододелы немножко напряглись. То есть он просто показывает, что при желании, при должной фантазии, ну и каких-то всё-таки навыках, можно сделать в этой игре просто всё, что угодно. Мне кажется, вот тот же мод Сепаратистский Кризис, тоже основанный на Звёздных Войнах, у которого в данный момент единственное, что есть, это просто-напросто обычные бои на пустынной планете в пользовательских сражениях. То есть просто стоят там различные виды клонов, которые между собой перестреливаются из бластеров. Это всё, что чуваки сделали где-то за полгода. Тут он за пару дней просто наклепал космические бои. Но я сейчас не к тому, чтобы кого-то в чём-то укорять в плохой работе и так далее, я к тому, что вот в Сепаратистском Кризисе вот эти бои идеально бы сочетались, потому что одна и та же тематика, да и коммун разнообразие было бы гораздо круче. Битвы в космосе, либо же обычные битвы, которые мы с вами привыкли на полях боя. Неважно, может там, конечно, будут не классические поля боя, а всякие там планеты и всё такое, но суть-то не меняется. Бой есть бой, но обычный наземный. А тут космические бои. Это прям реально круто. Всё-таки, надеюсь, спустя какое-то время блок всё-таки передумает и выпустит свою вот эту вот модификацию в общий доступ, потому что лично я очень бы хотел поиграть в такие бои. Ну, естественно, не прямо сейчас, и когда их немножечко, наверное, доработали бы с точки зрения баланса, но вообще чисто для релакса покатать вот в такие бои было бы очень-очень клёво. И если задумываться более глобально, то вы представьте, как было бы офигенно в это играть. Будь какие-нибудь пользовательские серверы, которые, скорее всего, добавят после релиза, но до этого ещё нужно дожить, чёрт знает, выйдет ли вообще игра. В 22-м году, несмотря на официальные заявления разработчиков, мы же все знаем, как они любят отталкивать, так сказать, неизбежное. Но вообще, в пользовательских серверах, как клёво было бы катать с другими игроками на вот этих вот кораблях, какая была бы офигенная сложность и вообще погружение. Вот тогда, вот когда были бы вот такие серваки с такими крутыми интересными модами, тогда, наверное, я бы даже сам залез в мультиплеер, который в маунте мне в данный момент очень сильно не нравится. Хотя, может, если там добавят какие-нибудь турниры или что-то в этом роде, может, я и зайду. Но вот такие модификации привлекли бы просто огромное количество игроков к мультиплееру. Этого прям не хватает. Кстати говоря, ссылочку на это видео я оставлю вам, естественно, в описании, чтобы вы смогли заценить его, заценить также канал блока, посмотреть другие его видео. Может, найдёте что-то интересное для себя. Ну, я надеюсь, что он и дальше продолжит нас радовать такими вот крутыми интересными модификациями и что рано или поздно он всё-таки начнёт снова выпускать свои моды на Нексусе и мы сможем, каждый из нас с вами, пощупать эти моды собственноручно. Ну что ж, а у меня на этом всё. С вами был Кит и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok